Чёрная пятница И многие, те, кто становятся потом шопоголиками, именно идут вот за этим ощущением Мы ещё вчера обсуждали этот момент со студентами, что вас делает счастливыми Там некоторые сказали, что шопинг нас делает счастливыми Ажиотаж вокруг Чёрной пятницы возникает именно из-за массовости Почему же люди совершают иррациональные покупки во время масштабных распродаж? Разбираемся с точки зрения психологии Как бывает заражение во время гриппа, когда мы чихаем, передаем друг другу инфекцию А эмоциональная инфекция, она тоже передаётся от человека к человеку Наш соотечественник Владимир Михайлович Бехтерев, основатель первой психологической лаборатории в Казанском университете В начале 20 века ещё писал, что у толпы женское лицо Что это значит? Человек в толпе пребывает в какой-то эйфории, в состоянии эмоционального возбуждения Чёрная пятница – это ожидаемое событие не только для покупателей, но и для сотрудников магазинов и маркетплейса К сезону распродаж работники готовятся весь год Скажем, в ноябре мы выросли в три раза к октябрю по количеству заказов И по среднему чеку в два раза И по выручке тоже мы выросли очень-очень круто Именно из-за того, что и количество заказов было больше в три раза, чем обычно И средний чек увеличился, соответственно, и по выручке мы выросли где-то там в шесть раз Главная проблема Чёрной пятницы – это иррациональные покупки и стрессовое состояние у покупателей Как остановить себя? Ну, возьмите, решите какую-то логическую задачку Вспомните о том, что скоро сессия Возьмите и просто сложную какую-нибудь теорему разберите Найдите систему доказательств То есть заставьте в этот момент работать свой человеческий мозг Нельзя сказать, что на Чёрной пятнице сезон распродаж закончится В декабре всех ожидают не менее масштабные новогодние распродажи Роберт Хасанов, Радмир Софиулин, Универньюз Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин